приветствую вас на моем канале меня зовут игорь и сегодня мы будем лечить шпиндель станка у т5 негаданно нежданно он перестал отрезать просто то есть работал работал и случилось что-то и он перестал отрезным листом отрезать хотя точил нормальная чистота нормальная но вот с отрезкой начались проблемы и так как я лечил эту проблему посмотрите в этом видео вместо того чтобы что нибудь сегодня хитренькая выточить на станке я вот занимаюсь ремонтом так как станок отказался полностью отрезать начал дробить и попытка поджатие гайки для того чтобы натянуть подшипник дальше на шайку не увенчалась успехом видно подшипник уже уперся в полукольца вот в ограничительные и за счет того что разные толщины шайб по диаметру начал это все дело косить биение пока я не подтягивал гайку биение по пояску было два микрона после того как я затянул гайку посильнее биение на шпинделе стало быть четыре с половиной сотки то есть шпиндель начал искривляться под действием силы затяжки и того что шайбы неравномерно упираются по торцам пошлифовано было просто зверски нашлась причина почему подклинивал шпиндель вот и люфт не убирался но люфт не убирался из-за того что полукольца надо было перешлифовать а я тяну шпиндель шпиндельную гайку связи с этим за счет того что все кольца кривые вот смотрите 700 715 725 это перекос на кольца в наружном такой был по толщине вот начала выгибать шпиндель видите 378 382 340 343 в общем короче жестяк бомба и так сейчас буду собирать смотрите какой последовательности сначала крышка потом вот такая вот оправка которая держит полукольца потом два полукольца внутренних они ложатся вот сюда на шпиндель два полукольца внешних они ложатся в крышку дальше одевается шпиндельный подшипник шпиндельный подшипник у меня импортный судя по маркировке на нем написано апб по-английски н н 30 11 к п н 4 и кругом стоит класс точности 4 вот по 4 написано надеваем теперь это дело теперь проставочные кольца наружная и внутренние внутренняя вытачкой к подшипнику так дальше надевается подшипник это дуплексированная пара сейчас его пытаюсь найти маркировку чтобы вам показать номер подшипника 46 111 l впереди стоит 4 это класс точности и вот есть вот такие вот как видите подковки здесь и здесь и напротив подковки где-то я видел вот стоит рисочка и циферка 7 на обоих подшипниках сейчас нужно дуплексировать подшипники так чтобы эти подковки на каждом подшипнике были одна напротив второй вот это все дело одеть надо наверное подогреть подшипники феном чтобы они сели от руки и и и На этом, как видите, также есть эти подковы. И циферка 7 напротив, чтобы сдуплексировать подшипник. Дальше вставляем шпоночки. Одна, вторая и сверху третья. Теперь главное не забыть последовательность. Сначала вот это кольцо вставляем внутрь. Так, есть. Продолжение следует. Продолжение следует. Для того, чтобы выдавить шпиндель отсюда, я воспользовался двумя шпильками и вот таким вот прихватом и выдавил его. Теперь нужно собрать заднюю опору. Для тех, кто хочет поменять ремни на таком станке, можно шпиндель не вытягивать. Можно заменить его через вот эти две отверстия. Вот здесь ремень проходит. Чтобы было вам понятней. Сюда можно пропихнуть и сюда. Я так же делал. Короче, когда собирал станок. В шпиндель я не лазил. Вот теперь оно и оукнулось. 308-й подшипник. Сначала надеваем зубчатую муфту, которая там есть. Потом подшипник. Потом вот это кольцо. И теперь наденем стопорное кольцо. Подшипник я нагрел феном для того, чтобы от руки его туда закинуть. В задней опоре есть 7 отверстий. Одно, второе, третье, четвертое. Это для крепления самого этого стакана задней опоры. И одно, второе, третье. Вот это для выпрессовки. То есть закручиваем сюда винты М8. За счет этого оно упирается здесь в корпус винтами. И выдавливает. И так, короче, прошло две недели. После того, как я ремонтировал шпиндель станка. Сейчас я расскажу, как это все дело закончилось. Потому что камера села в самый неподходящий момент. Вот. И не было возможности доснять это все дело. Руки были в масле. И нужен был результат. По станку. Так как работы для него хватает. В общем, чем дальше все закончилось. Сейчас я вам расскажу, как это все происходило. Итак. После того, как я собрал шпиндель станка полностью. То есть. Я затянул гайку. Когда я шлифовал шайбы. Я брал среднее значение. От внутреннего и внешнего кольца. Чтобы получить такие же самые зазоры между подшипниками. Особенно это было критично между дуплексными подшипниками. Вот эти радиально упорными шариковыми. Все остальные кольца фактически роли сильной не играли. Вот. Так как гайка стягивает отдельно внутренний бутерброд. А крышка, вот эта наружная, стягивает внешний бутерброд. Этих всех колец, подшипников и шайб проставочных. Так вот. После того, как я затянул гайку. Вот. Люфт остался около двух соток на шпинделе. То есть, люфт остался. Для этого, чтобы его устранить, я открутил крышку. Здесь есть также винтик. Маленький. Здесь есть маленький винтик. Его выкручиваем. Точнее, его закручиваем внутрь. Он прячется. Тогда снимаем крышку. Ну, соответственно, патрона у нас быть не должно. Чтоб шпильки не мешали. Сдвигаем крышку. Сдвигаем защитную от ту первую шайбу, которую я ставил. В которую вставляются полукольца. Ее сдвигаем. И высыпаем оттуда полукольца. По формуле я рассчитал, насколько нужно сошлифовать кольца. Для того, чтобы привести зазор к требуемому. В паспорте по ремонту этого станка описан метод высчитывания толщины шайб. Вот разницу, которую надо сошлифовать с этих шайб. Для того, чтобы получить нужный зазор. Я уже по памяти не помню, сколько я снимал. Вроде бы около 0,1 мм. Или что-то похожее около того. Для того, чтобы убрать этот зазор. Когда я вставил шайбы. Собрал это все дело опять. Попробовал отрезать. Стало лучше. Но еще все равно было не так, как надо. Тогда мне мысль пришла в голову, что внешняя крышка просто не сжимает бутерброд подшипников. И они там находятся в свободном состоянии. В общем, здесь прокладка была 2,4 мм. Паранитовая. Вот. Я опять отодвинул крышку. Срезал прокладку, которая там была. Вот. Потом затянул от всей силы болты. Без прокладки. И при помощи КМДшки померил зазор, который получился. Получился зазор 1,6 мм. Вот. Вместо 2,4 мм. То есть 0,8 мм куда-то спряталось. На шлифовку шайб. Может, она и раньше не зажималась. Ну, в общем, короче, получился зазор 1,6 мм. Тогда как раз у меня был паранит 0,8 мм. Я вырезал две прокладки одинаковые. Промазал их герметиком. Короче. И это все дело... Ну, соответственно, я их разрезал сверху по диагонали. Я просто прокладочки на кость разрезал. Вставил их снизу, чтобы снизу не было щели. И собрал это все дело. Вот. После этого станок, скажем так, начал нормально работать. Вот. И для того, чтобы проверить, не появится ли люфт со временем, крышку на герметик, короче, я не садил. Я просто ее положил сверху. И так вот две недели я работал. Сегодня я решил это все дело проверить и доснять видео для того, чтобы показать вам конечный результат. В принципе, вот. Паспорт гласит, что зазор в радиальном подшипнике, вот этом двухрядном роликовом, должен составлять около 3-5 микрон. Я немножко перестарался, как обычно, со взглядом наперед. Вот. Но шпиндель крутится легко. Вот перед вашими глазами микронный индикатор. Сейчас я вот таким вот образом я буду проверять. Болванка алюминиевая на станину уперта и кругляк. Вот какой люфт есть в подшипнике. Вот как-то так. Теперь патрон крутится равномерно, никаких подкусываний нет. И инерция тоже хорошая. Вот так. Я думаю, комментарии излишни. Ширина резца 3 мм. Ещё когда я разобрал шпиндельную группу, я там нашёл много чёрных отложений. Это было что-то похожее на стружку, не на стружку. Ну, в общем, короче, решила защитить немножко подшипники. Масло, которое идёт вот по этой трубке, здесь оно набирается в ванну, и с ванны уже по трубочке поступает в подшипники передней бабки. Там оно их промывает через верхнее, и перед передней крышкой, вот здесь, тут есть снизу, снизу под передней крышкой, вот здесь, в ней самой, есть канал, по которому масло стекает, возвращается назад в переднюю бабку. Так вот, в общем, чтобы меньше попадало как и бяки, вот, я на магнит, магнитик, короче, положил возле входной трубочки. Вот, за две недели. Посмотрите, что, как бы мы не отмывали станок, вот, короче, но всё равно мелкие частицы пыли, грязи и стружки всё равно есть в масле. Хотя даже масляный фильтр, в принципе, на маслостанции есть, но, как видите, всё равно масло не такое чистое, как бы хотелось. Из-за этого я положил сюда магнитик, и, видите, возле входной трубки, потому что я думал сначала на трубочку приклеить магнитик, но, думаю, если тут насобирается как обяка в середине в трубочке, то просто забьётся трубка, и масло перестанет попадать в подшипники. Тогда будет беда. А так будет просто собираться в ванне возле сливного отверстия на подшипнике. Вот такой вот получился ремонт шпинделя, негаданно-нежданно, вот, этого станка. Вот. Всё свелось к тому, что надо было перешлифовать ровно шайбы. В общем, ну и подобрать по-новому все люфты-зазоры. А так, спасибо всем за просмотр. Прощаюсь с вами ненадолго. Вам пока, а я буду крышку ставить на герметик. Удачи!